Утки и шипы, они очень опасны. Это ботинок? Да! А чё тебе не нравится? Майни, вновь с вами. Всем привет и знаете, кто выпустил видео? Я сам даже не поверил сначала. Мирби. Мирби выпустил видос. Называется он «Мои детские игрушки». Там был спайдермен. Спайдермен, это классно, человек-паук. Давайте смотреть про человека-паука и про Мирби. Классно будет, классно. Поехали. И что же ты будешь делать? Что буду делать я? Что будешь делать ты? Что бы сказал мой мастер в такой ситуации? Я хочу писать! Точно! Открыть карту ворот? Что за? На этой карте ворот? Мой Бакуган получает плюс 20G за каждую использованную способность. Вполне не дурно. Вот это унимия. Но как тебе такая карта способности? Какого? Это же та самая невидимая карта способности. У нас нету больше карт, поэтому она всего лишь одна, ведь нам не хватило денег. И она досталась ему. Ему я победил. Мне все равно никогда не нравилась эта игра. И я учу как народ. Бакуганчики. Бакуганы были очень популярны. Сколько было копий Бакуганов? Я думаю, почти у каждого в детстве. Вот именно. Вот у моего поколения может уже нет. Но вот как-то вот поколение помладше чуть-чуть возможно меня. Ну, в котором может сейчас 20-ник, а не 22-ник. Вот смотри, как мне. У ней Бакуганы 100% были. Это же был хит. Капец. Ё-моё, натуряли. О-о-о. Хорошо. Сегодня я расскажу вам про свои детские игрушки. Конечно, сибариковые, но так нормально. Я взрослый и брутальный мужчина. Я почти красивый. Поэтому я могу себе позволить купить фигурку Синди. Оу-е-е-е. Не знаю, стоит ли затрагивать такие мягкие игрушки, с которыми мы выстраивали свои сюжеты. В любом случае, из-за супер разных игрушек они выстрелили вот так. Я черепашка, лидзя Майки. Я веселый и смешной. Я мутировал после того, как на меня и на моих братьев вылили мутаген. А я девочка-братц. Чего? За мной скоро приедет мой папик. О, ребят играет уже? Папик. Ага. А ты кто? Е-е-е, крутая машина. В основном мне нравились игрушки, которые становились по итогу моим хобби. Где бы я смог изучать новые трюки или новые тактики, если это настолка. А знаете, где еще можно изучать новые тактики? Но где? В Авард Андер. Черт его побери. А ведь даже и не поспорь. Вот так вот. Реклама эта хорошо. Мирби вернулся, потому что у него нет еды. Все мы знаем. Мирби, ну ты сказал бы, я бы тебе скинул бы сотельник на карту, на пиццу. Мопы скинул. Мои бонусы для легкого нагиба. Продолжаем. Пиши, если что. Например, я покупал фингерборды. Это только не закрывайте после этого видео, пожалуйста. Это скейтборды для пальцев. О, фингерборды. Шевелят и не жалки. Ну, возможно, немного. Да ладно, фингерборды это был хит. Я так ничего не научился на них делать. Но они были прикольные, они такие милые. У меня где-то, возможно, лежит у мамы один еще мой старый фингерборд. А еще их можно было разбирать, менять колесики, менять им. Классная штука. Не знаю, но это прикольно. Это... Я очень любил скейтбординг, но у меня никогда не получалось на нем кататься. Эх, когда-нибудь я исполню свою детскую мечту. А ведь я реально думал в детстве, что буду профессионально поступать на скейте. Спросите, какие трюки я умел? Это он мне? Ха, отличный вопрос. Никаких. Я не умел делать даже Олли. Кататься на шопе нет для неудачников. Я довольно крутой, у меня в будущем будет 3 миллиона подписчиков, поэтому пофиг. Как оказалось, пальцы у меня будут получше, чем... Все остальное. Поэтому я катался на фингербордах. Я был так счастлив тогда. Мы с другом всегда показывали друг другу, какие у нас есть деки. Смотрели видосы на ютубе, делали трюки. Мне вообще, в принципе, почему-то нравились всякие штуки с пальцами. У меня нет фетиша, если что. Кстати, я умею выгибать пальцы в другую сторону. Кто тоже, ставьте лайк. А кто не умеет, ставьте лайк. Так что ли? А так что, не все умеешь? А кто-то умеет делать вот так. А кто-то умеет делать вот так. А кто-то умеет делать вот так. Я могу сделать вот такую штуку. Ладно, простите. Странный ли я? Нет, странный тот, кто ест свои пальцы. Это тебе, кстати. Ты офигел? Может, выйдем? Ты сможешь? О, господи. О, господи. Я мечтал о кроссовках на пальце. Да и что бы еще и танцевать ими. Жизнь моих пальцев в насыщении моей. Вы понимаете это? Йо-йо. Йо-йо. Было ли у вас йо-йо? Йо-йо для меня было чем-то на уровень выше. Там только были говняные, пластиковые, отстойные, которые потом переставали работать. Почему-то. Было миллион трюков, а чуваки в интернете творили какие-то нереальные вещи. Я умел много трюков с йо-йо. Благо для этого не нужна никакая физическая подготовка. А здесь нужны пальцы. Моя жизнь все еще говно по сравнению с моими пальцами. Горюсно. Думаю я бы и сейчас вам мог что-то показать, но так же я могу и не показывать, да? У меня же есть выбор. Бейблэйды. А вот это уже вряд ли кто-то помнит. Это были волчки по типу покуганов и покемонов, по которым также было аниме. У нас не было денег на них, но аниме мы с сестрой очень любили и смотрели каждое утро по телеку. И мы даже сделали свои волчки. Угадайте из чего? Напишите в комментарии. Вырабатывай дно. Из пластилина. Да, мы просто... Блин, слушай, я хорош, мы нормально, нормально. Лепили форму волчка и насаживали его на зубочистку. А потом клали в морозилку, чтобы оно имело устойчивую форму. Шахи-мацливки, шоу, как тебе такие лайфхаки. Поставь лайк. И это работало. Что? Мы запускали их и дрались, выкрикивая пафосные фразы. Говора щипы-пысь. Вот это нормально. Вот это я понимаю, вот это творчество. Как в аниме по типу. Да, Пегас, я верю в тебя, давай. Давай, Козерок, сделай ему красивую двоечку. И делали им всякие препятствия, подкладывая какой-то мусор. Это что? Настя, это жуткие шипы, они очень опасны. Это ботинок. Да. А что тебе не нравится? Вот такие вот игрушки были в моей молодости. Ребята, не забывайте ставить лайки. Под прошлым видео вы набрали 5 миллионов лайков. Чего? Да вот мы наберем 6 миллионов лайков. 5 миллионов лайков. И я выпускаю новое, покажу трусы свои. Почему бы и нет? Подписывайтесь на канал, если вы Бакуган. У-у-у, наверное, да. И все. Всем пока. Он так не покажет. А показать ее фокусы. Ладно, подпишу. Ну ее фокусы. Ну покажи. Хорошо. Как так? Писи-писи-писи. Ну покажи. Реально канал классный. А пусть ты нажми. Пошел. Чи-чевап? Фокусы с этим не показал. Он не показал фокусы с йо-йо. Но это жестоко. Моя жизнь никогда не будет прежней. Ведь я не увижу фокусы с йо-йо. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Мирби. Если вы еще не подписаны. Выпускают видео очень часто. Раз примерно в год. Может быть в три месяца. Если будет у нее хорошее настроение. Ну а если вам нравятся мои ролики. Нравятся реакции. По приколу смотрите меня. Как говорится. На потешного дурачка. Можете подписываться на мой канал. Поставить лайк. Написать комментарий. И нажать на колокольчик. Или хотя бы что-то из этого сделать. Мне уже будет приятно. У меня еще спонсорская подписка есть. Но это по желанию. Все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем удачечки. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok